Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. История. Ипполит Маглуар Бессо. Лейтенант, по другим данным, Михман, французского военно-морского флота, это герой греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Родился в 1796 году. На службе во флот поступил в 1810. Добровольцем участвовал в греческой национально-освободительной революции. Командовал бригом Панайотти, захваченным у пиратов французской эскадры контр-адмирала Анри Гатье де Ремии для передачи его грекам в Смирне. На борту корабля находилось 15 членов французского экипажа и захваченные в плен пираты, находясь в детоночном плавании близ острова Стампале, ныне Астепалея. Бриг Панайотти подвергся нападению двух пиратских кораблей. В ходе сражения Бессон был тяжело ранен. Отказавшись от капитуляции, взорвал находящийся под его командованием Бриг вместе с немногочисленными оставшимися в живыми членами экипажа, чтобы не отдавать судно в руки напавших на него пиратов. При этом и сам героически погиб. Бессон приказывает своему помощнику Трементину спрыгнуть со своими людьми в море, завершив словами «Прощай, я все закончу». Проникает в пороховой погреб с зажженным фитилем в руке. Взрыв мгновенно уничтожает Бриг, а также два пиратских корабля, которые находятся в паре на его фланге. На следующее утро на берегу было найдено множество обломков трех уничтоженных кораблей, а также сотни тел. Выжили пятеро французов, в том числе и в Трементину, который впоследствии был возведен в рыцарское достоинство ордена почетного легиона. По приказу Карла X выжившие моряки были удостоены чести. Поскольку Бессон был сиротой и опекал свою сестру, последней выплачивалась пенсия в размере полторы тысячи франков в год, что на тот момент было сопоставимо с суммой, которую получала вдова адмирала. В городе Лориан, Франция и в порту Остепалея в память об этом событии Бессоне установлены памятники. Его имя высечено на Триумфальной арке, как высшее посвящение любого инослужащего. Героический поступок Ипполита Бессона получил высокую оценку в Палате депутатов. Еще в 1828 году город Лориан, откуда он уехал, заказал бронзовую статую герою, а в 1831 году в Гемене была установлена памятная колонна. В 1863 году в Париже была открыта улица Бессона. До 1995 года Королевский флот, а затем и Национальный флот Франции, ежегодно воздавали почести героическому прапорщику бретонского корабля. Ну вот так, вкратце, для информации, это интересно, мне кажется, о Ипполите Маглуар Бессон, лейтенанте французского военно-морского флота, который взорвал находившийся под его командованием Брик, чтобы не отдавать судно в руки напавших на него пиратов. Пока-пока, до свидания, желаю что-то новое.